Ремонт главной тепломагистрали по 312-й стрелковой дивизии близится к завершению. К началу подачи тепла в городе все работы обещают завершить. В этом году отопительный сезон начнется 1 октября. Огнеборцы провели сегодня рейд по садовым коллективам. В регионе приближается отопительный сезон, поэтому в департаменте ПЧС ежедневно напоминают о простых правилах пожарной безопасности. В период с 20 июля по 11 сентября за превышение предельных цен на лекарства в отношении октябрьских фармацевтических компаний было возбуждено 67 административных дел. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. На большей части Казахстана с 26 по 28 сентября синоптики прогнозируют прекращение осадков и усиление ветра, передают Tengri News KZ с ссылкой на Казгидромет. В ближайшие дни погоду в Казахстане будет определять северо-западный антициклон. С его приходом ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь северо-восточная часть страны будет находиться под влиянием ложбины циклона, в связи с чем местами пройдут осадки, преимущественно дождь. Местами по республике ожидаются туманы, усиление ветра в южных регионах с пыльной бурью. Напомним, сегодня в семи областях объявили штормовое предупреждение. Ремонт главной тепломагистрали по 312-й стрелковой дивизии близится к завершению. К началу подачи тепла в городе все работы обещают завершить. В этом году отопительный сезон начнется 1 октября. К стадии завершения облизится капитальный ремонт и модернизация октябрьских теплосетей. Сегодня представители коммунальной организации и антимоноболисты провели осмотр одной из главных тепломагистралей на 312-й стрелковой дивизии. Новенькие трубы и оборудование, как обещают исполнители, не просто дольше прослужат, но и обеспечат качественное теплоснабжение. В данное время сейчас мы меняем на трубы предизолированные, которые полиуретанным утеплитель и сверху оцинкованные металлом оболочки. Это даст. Лучше тем, что держит тепло, не выпускает тепло, раз. Второе, не попадает никакой влаги, ничего. Все, он постоянно тихо. Зимой снег лежит и он не тает на нем. Лучше только изоляция. Металл, есть металл, но раз, если снаружи коррозии не будет, внутренний уже не так служит. И прослужит дольше, чем... Ну, в Каранчатке у нас прослужит обычно в советское время 20-25 лет будет, здесь 25-30 лет будет служить. Окончательно завершать реконструкцию данного участка обещают к концу этого месяца. Ну, а с 1 октября уже начать отопительный сезон. По традиции он начнется с социальных объектов. Планируем с 1 числа, ждем предпостановления Акима города. До 1 числа, значит, данные трассы должны закончить и запустить вместе. С 1 числа планируем начинать отопительный сезон. Еще одной хорошей новостью для потребителей является временное снижение тарифа на этот вид услуг. Поскольку часть программы по модернизации не была реализована, коммунальщики будут возвращать выделенные средства обратно. Но постепенно. Возраст средств рассчитан на 2021-2022 годы. Хотел бы напомнить, что по неисполнению инвестиционной программы за 2016-2019 годы были предусмотрены суммы возврата на 344 миллиона потребителям. Однако, в связи с тяжелым финансовым положением предприятия Ак-Тубесу Энерджи Групп, данная сумма была разделена на 2 года, на 25-22 годы, согласно которому по графику будет возвращена общая сумма на 344 миллиона тенге. Напомню, что бюджет инвестиционной программы Ак-Тубесу Энерджи Групп по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения на 2015-2020 годы составил 7 миллиардов тенге, из которых на 2020 год было предусмотрено более 398 миллионов. Средний износ тепловых сетей по городу составил почти 55%. Огнеборцы провели сегодня рейд по садовым коллективам. В регионе приближается отопительный сезон, поэтому в департаменте ПЧС ежедневно напоминают о простых правилах пожарной безопасности. Подача тепла в дома гаража планируется с 1 октября, но для сотрудников ДЧС области уже давно стартовал отопительный сезон. Сейчас они работают в усиленном режиме, так как в попытках согреться жители частного сектора включают газ, обогреватели, а если есть неисправность, то это может привести к трагедии. Традиционная работа сегодня была проведена в садоводческом коллективе в районе АЗФ. Здесь, заходя буквально в каждый дом, сотрудники противопожарной службы проводили с дачниками разъяснительные беседы, раздавали памятки, напоминая об основных причинах возгорания и о том, как избежать беды. Актюбинец Форумбай Тимирхан проживает в этом домике более 10 лет и говорит, что уже открыл свой отопительный сезон. Об угрозе пожара даже от небольшой искры он знает, поэтому принял меры предосторожности. У нас газовое отопление. К зиме готовлюсь основательно. Для проверки оборудования вызываю газовиков. Стараемся держать ситуацию под контролем. Мало ли, безопасность превыше всего. Однако беда может прийти не только от открытого огня из печи. По статистике, на втором месте среди причин ЧП – ненадлежащее состояние электропроводки в садах. Проводя электричество на участок, дачники обычно об этом не задумываются. Поэтому такие профилактические рейды огнеборцы проводят регулярно. Тем более, что очень часто жители садов пренебрегают элементарными требованиями пожарной безопасности, что может привести к трагедии. С начала текущего года, по статистике, у нас на территории Октябрьской области произошло более 500 пожаров, ущерб от которых составил более 100 миллионов тенге. К сожалению, у нас при пожарах погибло трое человек. От различных травм в результате пожаров пострадало 7 человек. В ходе работы пожарных подразделений спасено материальные ценности на сумму более 50 миллионов тенге. В ДЧС также сформированы списки социально уязвимых слоев населения. Это и пенсионеры, и многодетные, и малообеспеченные. С ними в обязательном порядке проводится пожарно-профилактическая работа. Причем сотрудники пожарной службы не только беседуют и указывают на нарушения, но и помогают их устранить. Прочищают дымоходы, а для социально уязвимых слоев населения бесплатно устанавливают датчики угарного газа. Если брать по области и с учетом тех датчиков, которые ставятся застройщиками при вводе нового жилья, то таких датчиков у нас порядка 40 тысяч. Но эта работа началась еще с 2015 года. Лиза Цакив, Алексей Уразов, программа «Факт». Директора трех школ в Тимирском районе, где произошла драка школьниц, были восстановлены в должности. Известно, что после инцидента руководители уволились по собственному желанию. На сегодняшний день управлением образования области создана специальная комиссия, которая по итогам изучения инцидента и примет решение в отношении всех должностных лиц. Районная группа, комиссия, выезжала на объекты населенных пунктов в эту школу. Но по результатам изучения, получается, руководители этих средних школ по собственным желаниям написали заявление, чтобы их освободить от должности. Но управление образованием с этим решением не согласилось. Поэтому наш представитель вчера выехал в этот населенный пункт и провел встречу с родителями, с педагогами, с общественностью. И было решено их восстановить на своей должности. Слайдом? Слайдом? Слайдом, комиссия, речь идет о больных искусствах или нет? Да, теперь, на следующей неделе будет проводиться комплексное изучение деятельности воспитательной работы Тимирского района. По итогам изучения будем наполнительно принимать решение. Напомним, что 21 сентября в селе Шубарше Тимирского района среди школьниц 8 и 9 классов произошла потасовка. Инцидент вызвал небольшой общественный резонанс, так как драку снимали на видео и после распространили в социальных сетях. Известно, что девушки поскандалили в социальных сетях и после решили выяснить отношения с глазу на глаз. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Если вину школьницы в избиении докажут, им грозит крупный штраф исправительной работы, либо ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет. В период с 20 июля по 11 сентября за превышение предельных цен на лекарства в отношении октябинских фармацевтических компаний было возбуждено 67 административных дел. О результатах мониторинговых работ в аптеках города за последние два месяца сегодня рассказали в областном департаменте по противодействию коррупции. Во время карантина ажиотаж по скупке лекарственных средств, а за ними их дефицит в аптеках, начался в конце июня. На фоне всего этого в розничных торговых точках фармацевтических компаний стремительно выросла и стоимость большинства препаратов. После многочисленных жалоб граждан на повышенные цены, даже обычных антибиотиков, мониторинговыми группами в составе представителей антикоррупционной службы ИСЭС были проведены рейды по аптекам. На сегодняшний день, мне кажется, обстановка стабилизировалась. Сейчас эскоформация работает, уже к нам в область поступает гуманитарная помощь. Мы антикоррупционная служба совместно с нашей общественностью, с Адал-Дагаланой, с нашей специальной мониторинг-группой проводим мониторинг. Каждую группу встречаем и полностью отслеживаем, что эти препараты, средства защиты, они нашли до адресатов. По данным областного департамента контроля качества товаров и услуг, в нашем регионе функционирует 369 аптек. 277 из них находятся в городе и 90 в районах. А в период мониторинговых проверок, которые проводились 20 июля по 11 сентября, за превышение цен на лекарства 67 фармацевтических точек продаж были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 32 миллиона 47 тысяч 8 тенге. Во многих сетях, наших розничных сетях, значит, было превышение цен на лекарственные средства и не соблюдались требования приказа 104-го об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственных средств. И для решения этого вопроса была создана рабочая группа при прокуратуре Актюбинской области, а также совместно с представителями Адалда Калана и сотрудниками Департамента экономических расследований были проведены мониторинги. Некоторых из этих аптек, таких как Гиппократ, АКУ и трех точках продаж сети аптек Миллениум, эти нарушения были зафиксированы повторно, в связи с чем административным судом было решено приостановить их деятельность. Спикеры также добавили, что на сегодняшний день в области проблем с обеспечением лекарств нет, и что наличие и поставка их в сети аптек контролируется мониторинговыми группами на постоянной основе. Тамирич Румабаева, Сергей Калашников, программа «Факт». На фоне кризисов, которые сотрясает весь мир, население Казахстана продолжает беднеть. Во втором квартале 2020 года доля населения страны с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась до 5,7%. Это худший показатель за последние 9 лет, сообщает Финпром Киезет. Похоже, что последствия пандемии еще долго будут сказываться на жизни населения страны. Исходя из последних данных, в текущем году значительно увеличилось число людей, доход которых ниже прожиточного минимума. В 2020-м его величина в Казахстане составила 32 600 тенге. Акчебинцы на неудовлетворительное материальное положение сетуют давно, но стараются не унывать. В целом одни нищие, другие богатые. Что еще можно сказать? Среднего класса у нас нет. Конечно нет. Пишут средняя зарплата, средний доход. Берут тысячу и сто тенге. И суммируют, и получается. У вас выше среднего достатка или какой? Ну как, работаем. Что теперь делать? Работать надо. Учиться. То есть все в руках? Ну конечно, от людей все зависит. Стараться надо, работать. С работой проблемы большие. Но мы пенсионеры, ничего, живем нормально. Вас все устраивает? Ну как, все не может устраивать ни в одной стране мира. Бардака много. Вот это что за... Смотрите, какая грязь. А там сзади дома что творится? На мусорках. Бичей развелось. Это что такое? А чего они развелись? Да, из-за того, что вот работу потеряли люди. Вот все из-за этого. В связи с тем, что скорее всего общая пандемия, общие проблемы, наверное, государства. То, что неправильная политика, невозможность реализовывать государственные планы. В связи с возможными, наверное, с возможными проблемами в правительстве. Плохой работе его. В общей сложности численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила больше 1 миллиона человек. Самый большой рост уровня бедности зафиксирован в Туркестанской, Североказахстанской, Жамбылской, Казалардинской и Акмолинской областях. В Актюбинской области доля населения с минимальным доходом составила 3,4%. В 2019 году этот показатель равнялся 2,7%. В общей сложности за второй квартал текущего года доля населения страны с минимальным доходом увеличилась до 5,7%. Годом ранее было 4,3%. Аналитики утверждают, что это худший показатель с 2011 года. Кристина Вейч, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Президент России Владимир Путин обнародовал целый ряд предложений о сотрудничестве в сфере кибербезопасности между Россией и США, а также во всем мире, сообщает ТАСС. Риск возобновления масштабной конфронтации в цифровой сфере Путин назвал одним из основных стратегических вызовов современности. Он подчеркнул, что хотел бы вновь обратиться к США с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке отношений с Россией в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. Путин также призвал поддержать непрерывную и эффективную работу каналов в связи между компетентными ведомствами двух стран по линии центров по уменьшению ядерной опасности. Он также призвал США во взаимоприемлемом формате обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием информационных технологий и высокотехнологичных методов. Обращаясь ко всем странам, включая США, Путин предложил выйти на заключение глобальной договоренности о принятии политического обязательства государствами, а не нанесение первыми удара с использованием информационных технологий друг против друга. О событиях нашей страны вы узнаете из следующего видеообзора. КАСТАК КАСТАК передает, почти 300 человек заразились коронавирусной инфекцией и заболели пневмонией с признаками COVID-19 в Казахстане за сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Всего в Казахстане выявлено 107 590 заболевших. Выздоровели от COVID-19 в Казахстане по официальным данным 102 360 человек. КАСТАК КАСТАК передает, в Шемкенте продлили карантин с 28 сентября до 12 октября текущего года. Как уточняется, карантин продлевается в связи с продолжением регистрации заболеваемости COVID-19 в целях дальнейшего предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения. По данным КАСТАК, официальный представитель Министерства здравоохранения Багдад Кажахметов рассказал о том, как можно пройти ПЦР-тест бесплатно. Если у вас возникло подозрение о том, что вы заразились коронавирусом, вы можете обратиться в поликлинику. К вам приедет или скорая помощь, или специальная бригада мобильной помощи, которая проведет этот тест бесплатно, сказал Кажахметов сегодня на брифинге. По словам Кажахметова, с начала пандемии в Казахстане было проведено около 2 миллионов 700 тысяч ПЦР-тестов. Каждый шестой дал положительный результат. КАСТАК передает президент Казахстана Касым Жамартакаев посетил новый филиал Алматинской клинической инфекционной больницы. Ставится задача к 2023 году довести заработную плату медицинских работников до уровня в два раза больше, чем по всей экономике. «Приоритетное внимание будет уделяться развитию первичной медицинской и санитарной помощи. Мы эту сферу упустили в свое время, к сожалению. Эпидемия показала ошибочность подобных действий. Нам надо сейчас очень серьезно отнестись к допущенным ошибкам и исправить их. Конечно же, медицина будет находиться и в сфере нашего самого пристального приоритетного внимания», отметил Такаев. Глава государства также указал на важность подготовки к возможной новой волне к коронавирусам. При этом на защиту жизни и здоровья казахстанцев должны быть мобилизованы все ресурсы. КАСТАК передает основатель движения ММА в Казахстане Анатолий Ким подал в суд на Министерство здравоохранения. Потому что наш Минздрав всего лишь простой исполнитель рекомендаций ВОЗ, который так сильно хочет выслужиться перед начальством, что плюет на конституцию своей страны и права ее граждан. Издает приказы и постановления, которые призваны уничтожать здоровье нации, а не защищать. И раз уж Бертанова увели от ответственности перед судом и народом, ответ должен держать действующий министр. Вместе со мной гражданский иск подали еще несколько человек, заявил Ким на своей странице в соцсети. За процессом авто публикации предлагают следить через соцсети, где планируют детально рассказывать о всех событиях по этому делу. Судом Павлодара с марта по сентябрь 2020 года рассмотрено 16 уголовных дел в отношении трех воспитателей и 13 санитарок Павлодарского областного психоневрологического центра. Оказание специальных услуг сообщил на брифинге председатель суда номер 2 Павлодара Нурлан Кайрбеков. По его словам, все дела рассматривались в закрытом формате, поскольку касались интересов несовершеннолетних потерпевших. Воспитатели и палатные санитарки центра обвинялись в том, что в период с сентябрь по ноябрь 2019 года неоднократно совершали истязания без причинения тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью в отношении детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями. Привязывали их к кроватям во время тихого часа и в ночное время. По всем указанным делам вина подсудимых была подтверждена их показаниями, а также показаниями законных представителей несовершеннолетних свидетелей, а также записями с камер видеонаблюдения. На видеозаписях видны действия работников указанного центра, которые во время дежурства привязывали детей к кроватям, причиняемым нравственные и физические страдания, пояснил Кайрбеков. Посудимым назначено три года шесть месяцев ограничения свободы, каждый с установлением пробационного контроля на весь срок наказания. В настоящее время виновные лица уволены. Из 16 приговоров 7 уже вступили в законную силу, сказал Кайрбеков. Сейчас на Рикотове небольшой блок рекламы и далее в программе «Факт» вы увидите. В городском ледовом дворце сегодня состоялось собрание ликвидаторов аварии в Чернобыле, пострадавших на Семипалатинском ядерном полигоне и участников боевых действий на таджикско-афганской границе. В Казахстане 15-20% ресторанов не возобновили работу, заявил сегодня председатель правления Национальной палаты предпринимателей Атамикен Аблай Мурзахметов. А в рамках двухдневной международной научно-фрактической конференции в Кразиологическом центре сегодня состоялся мастер-класс по стентированию коронарных артерий без хирургического вмешательства. Ресторан «Зимний сад» В единственном в Казахстане удивительном и уникальным зимним саду. Ресторан «Зимний сад» – вход со стороны ретропарка. Эврика газеті баспан ұсқасында сәрсембі күні шығады. Эврика газеті электрондың ұсқада кез келген күні оқлады. 3W нүкте-рикатывы нүкте-кейзет сайтында жаңа номермен материалдардың мұрағаты, фотосуреттермен бейнелер, сауаннамалармен байқаулар және тағыда көптеген қызықты нәрселер бар. Оқыңыз, сүттеме беріңіз, қақырып жіберіңіз. Эврика газеті. Қазақырып жіберіңіз. Көмеге жіберіңіз. С каждым годом участников боевых действий, которые разворачивались еще во времена Советского Союза, в нашем регионе, становится все меньше. Необходимость принятия закона о придании им статуса ветеранов назрела давно. Как известно, в качестве льгот этой социально уязвимой группе лиц, государство выплачивает пенсии, пособия и оказывает материальную поддержку. Социальные вопросы, жизненные вопросы, много людей остались в стороне. Но именно по льготам. Какие вопросы волнуют сейчас? Льготы, во-первых, это социальные вопросы, это здоровье, санаторий курортной лечения. Те, кто имеет именно инвалидности, их направляют в санаторий Боровой, Чемкент, на территорию Казахстана. А те, которые остались в стране, которые не имеют инвалидности, теперь их тоже приравнивают. И поэтому им тоже будет обеспечивать с такими же льготами. Сегодня на собрании главным вопросом стало присуждение статуса ветеранов и участникам конфликтов на таджико-афганской границе, на горном Карабахе и в миротворческих действиях в Ираке. Мы озвучили ряд вопросов. Квартирный вопрос мы поднимали. Медицинское обеспечение? Медицинское обеспечение. Ну, у нас медицина так и так. Бесплатно ездит. Году один раз ездим, предоставляет нам санаторий курорт лечения. Ездим в госпиталь. В Астану, в Алмату у нас бесплатно. Оплачивается государство, мы ездим на лечение. Коммунальные услуги? Коммунальные услуги, мы ездим на полтора, мы ездим на Волганагин. От аппетита зона у нас в Аким области идет на встречу, 10 тысяч будет платить. Напомним, что закон о ветеранах был принят в Казахстане 6 мая текущего года. Он определяет организационные, экономические и правовые основы, предоставление мер социальной поддержки ветеранам и другим лицам. Сегодня, помимо налоговых льгот, ветеранам выплачивается специальное государственное пособие в размере 4,8 МРП. Участники союза ветеранов Актюбинской области считают, что все участвовавшие в боевых действиях должны быть обеспечены полным пакетом социальной помощи. Впервые поднимается вопрос, чтобы сделали дополнение изменений в закон о ветеранах от 6 мая 2020 года. Я считаю, что они должны быть ветеранами боевых действий. Об этом, кстати, я заявил и министру турасового населения на первом заседании. На втором заседании, где сказал, что необходимо именно Чернобыльцам, а также военнослужащим подразделение особого риска симпатизм-испытательного полигона придать статус ветеранам боевых действий, потому что есть полное основание для получения этого статуса. Участники собрания пришли к решению обратиться в вышестоящие органы и поднять вопрос о доработке закона, чтобы статус ветерана был присужден каждому участнику военных действий. В Казахстане 15-20% ресторанов не возобновили работу, заявил сегодня председатель правления Национальной палаты предпринимателей Атамикен Аблай Мразахметов. Напомним, с 17 августа ресторанам разрешили работать с ограничением численности клиентов. Любой хозяин понимает, насколько он сможет окупить свои затраты при такой численности и проходимости. Персонал сейчас в масках, а гостей просит соблюдать социальную дистанцию. Сейчас на полный клиентов пошел? Да, у нас сейчас посещаемость хорошая, идут на пирожные, на торты. Сейчас торговля пошла более-менее. Но ущерб, как таковой, я так думаю, что не нанесен, потому что мы работали по заказу, на вынос работали. А то и сейчас, вот так полюбившиеся нашему народу, они проводятся в ресторане или нет? Нет, у нас больше 20 человек, заказы мы не принимаем. В рамках двудненной международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию октябинского профессора, врача-кардиолога Бибулата Жолдина, в кардиологическом центре ЗКМУ имени Марата Успанова сегодня состоялся мастер-класс с участием врача-кардиолога высшей категории из Алматы у Разбека Сахова по стентированию коронарных артерий без хирургического вмешательства. На сегодняшний день большим шагом в развитии медицины нашей страны стало проведение операций без хирургического вмешательства, что, конечно же, дает огромные преимущества для быстрой реабилитации пациентов после даже сложнейших операций на сердце. Рассказать, а главное, показать октябинским медикам процесс стентирования коронарных артерий, поддерживающий жизнедеятельность сердца после инсульта и без применения скальпеля, взялся лично у Разбек Сахов, кардиолог высшей категории из Алматы. Провели операцию стентирования коронарных артерий. Сегодня проходит международная конференция. И в программе этой конференции мы провели мастер-класс по стентированию коронарной артерии. Данный пациент уже лечился здесь. В этой больнице в январе поступил с острым инфарктом, в тяжелом состоянии поступил. Тогда вовремя взяли на операцию, открыли инфаркт, связанный с артерией, то есть помогли, улучшили прогноз. Без этой операции состояние было бы очень тяжелое. Но благодаря тому, что операцию вовремя провели, состояние улучшилось. На данный момент больной поступил на плановую операцию. Врач-кардиолог прибыл в наш город в рамках проведения научно-медицинской конференции, посвященной 70-летию актюбинского профессора-врача-кардиолога Бекбулата Жолдина, которая проводится 24 и 25 сентября в онлайн-режиме, организаторами которой стали Западно-казахстанский университет имени Марата Успанова и Ассоциация кардиологов Республики Казахстан. В ходе проведения операции состояние пациента было стабильное. Никаких осложнений во время установки поддерживающей конструкции в коронарную артерию сердца не наблюдалось. И по завершению процедуры врач подробно рассказал об операционном процессе. Ему предлагали два варианта. Открытую операцию аортокоронарного шунтирования, от которой он отказался, поэтому взяли на стентирование. Хотя у него много сосудистых поражений, выбрали самый критический участок, который самый на данный момент важный для пациента. Туда поставили стенд совместно с Доверем Ахметовичем, провели операцию. Операция прошла успешно. Кардиолог также подчеркнул, что такие наглядные и познавательные мастер-классы планируют проводить чаще для обмена профессиональными навыками с актюбинскими коллегами и в целях повышения качества оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тамири Жумабаева, Сергей Калашников, программа «Факт». В Барыси появились новые случаи заражения COVID-19, сообщает Вести Киезет. Заявление о ситуации в хоккейном клубе сделал официальный представитель Министерства здравоохранения Багдад Кужахметов. Неделю назад стало известно, что положительные тесты на коронавируса сдали 12 человек основного состава. По словам Кужахметова, зараженных при первичной проверке было 11. Затем было выявлено еще 8 человек. Теперь общее число болеющих коронавирусом в Барысе достигает 19. У всех 19 заболевших лиц симптомы COVID-19 отсутствуют. Они находятся на амбулаторном лечении, рассказал Кужахметов. Возвращение Барыса в розыгрыш КХЛ после двухнедельного карантина ожидалось 4 октября, когда запланирован домашний матч со СКА. Теперь же, учитывая выявленные новые случаи уже после ухода команды на изоляцию, проведение матча будет отложено еще на несколько дней. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте.